МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У детей нужно воспитывать чуткое и бережное отношение к природе, к родному краю. И мы хотим, чтобы наши воспитанники выросли чуткими, неравнодушными и отзывчивыми людьми. В детсадах тщательно готовились к акции. Ребята изготовили специальные плакаты с лозунгами, учили стихи. А результаты сборов торсырья каждая из групп опубликовала на специальных стендах. Всего более двух тонн макулатуры собрали совместными усилиями дети и родители детсадов Засвияжского района. Мы просто сейчас, если детям будем прививать с самого раннего детства, вот такое отношение, даже то, что мы собираем макулатуру, они просто ее выкидываем, что ее можно сдать. Они в этом возрасте очень хорошо, мне кажется, сейчас вот это будут понимать. Тебя как зовут? Представься. Даша. Даша, Даша, а ты любишь вообще животных? Любишь? А кого ты больше любишь, расскажи? Кошек. Кошек? А лошадок любишь? А расскажи мне про лошадок, какие они? Любишь кататься на лошадках? Каталась? Они большие, красивые? Да. Идея сбора макулатуры ради благого дела не нова. Бумажные отходы часто собирают, чтобы выручить деньги для какой-то цели. В этот раз все средства от выручки пойдут на приобретение кормов для питомцев конного клуба «Кентавр». Купим овес еще, ну и вкусняшки тоже, морковки им побольше, вот яблочек. Взрослые и дети с удовольствием узнали о раздельном сборе мусора, потанцевали, пообщались с лошадьми, красавцем Гефестом и волоснежной Онежкой. Такое тесное общение, по словам специалистов, помогает малышам активнее развивать чувство ответственности и становиться добрее к животным и окружающим людям. Акция продолжается. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.